Здравствуйте! Тема дня – Новый год 2016. Насколько безопасно его встретили запорожцы, об этом сегодня и поговорим. У нас в гостях Дмитрий Жолобов, начальник отдела по работе со стратегическими взрывопожароопасными объектами ГУГСЧС Украины в Запорожской области. Здравствуйте, Дмитрий! С какими последствиями запорожцы встретили 2016 год? Здравствуйте! За четыре праздничных дня, в период с 31 декабря по 3 января, пожарно-спасательные подразделения области поднимались по сигналу тревога более 70 раз. То есть 70 раз были вызваны не на пожар. На самом деле это были пожары или, возможно, это были ложные вызовы? Из этих 70 вызовов 28 было ложных. В 43 случаях пришлось бороться с пожарами. Насколько серьезными были эти пожары? Были ли пострадавшие, меня интересует? Более 10 пожаров произошло. Это мусорные баки, мусоропроводы, балконы. По причине залета петард, ракет, брошенных, незатушенных окурков. Более 20 пожаров случилось в жилом секторе, жилые дома, квартиры. Там причины в основном неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок и нарушение правил устройства и эксплуатации теплогенерирующих устройств. Были ли пострадавшие? Да. 2 числа около 18 часов в Шевченковском районе города Запорожье на пожаре в жилом доме погибла гражданка 1929 года рождения. На следующий день, 3 января около 4 часов утра в Приазовском районе в сторожке одного из предприятий погиб сторож 1961 года рождения. Пострадали ли во время новогодних праздников дети? 2 января в 4 часа утра в реанимационное отделение Запорожской областной детской больницы попали 3 ребенка 2007, 2012 и 2015 года с признаками отравления продуктами химического распада. То есть печку топили паркетом деревянным. То есть это отравление угарным газом? Скажем так, да. Отравление угарным газом. По состоянию на 3 число состояние детей средней тяжести с позитивной динамикой на улучшение. Вы говорите, что 2007 года один из детей. То есть это 8 лет, это уже второй класс школы. В школах проводятся какие-то лекции о том, что небезопасно, что можно делать, чего нельзя? Конечно же. Это входит и в цикл предмета безопасной жизнедеятельности. И на родительских собраниях это говорится. И проводятся конкурсы дрожжу и пожарных. Всевозможные конкурсы на данную тематику обязательно проводятся, входит в состав учебной программы. Сотрудники службы ГСЧС посещали школу с лекциями? Естественно, минимум один-два раза посещали. Сколько школ вы посетили? По всей территории Запорожской области, в районах, в городах. То есть вы были во всех школах Запорожьей области? Абсолютно во всех школах, в детских садах, а также техникумах, училищах и высших учебных заведениях. В какой из новогодних праздников, то есть это мы берем с 31 по 4, было наибольшее количество пожаров? Наибольшее количество выездов и пожаров случилось именно 31 декабря. Было 22 выезда, из них 14 на пожары. Самый пик это был с 8 часов вечера до 2 часов утра 1 числа. Что зачастую приводит к пожарам? Это неправильное пользование бытовой техникой? Это неаккуратное обращение с огнем? Зачастую из-за чего пожары? Ну если брать праздничные дни, то зачастую празднование связано с употреблением алкогольных напитков. Эмоции выходят на первый план, чувство осторожности, опасности уходит на второй план. А если сравнивать с прошлыми годами, ну давайте возьмем Новый год 2015, было больше пожаров в этом году или в прошлом? Ну сейчас я провел статистику за 4 дня. Если брать первые 15 дней, то есть все рождественские праздники 2015 года, то случилось 80 пожаров. Материальный ущерб составил более миллиона 100 тысяч гривен. 80 вызовов или 80 пожаров? 80 пожаров именно. Ну будем надеяться, что в этом году будет более безопасно. Будем надеяться, конечно. Вы проводили какие-то ознакомления граждан, как пользоваться фейерверками, как быть аккуратным с бытовой техникой в преддверии Нового года? Ну во-первых, о правилах пользования фейерверков пишется на самих фейерверках, инструкция по применению. Во-вторых, неоднократно выходили статьи в газетах, телерепортажи, рекламные ролики, как на телевидении, так и на нашем сайте официальном, Главном управлении ГОСЧФ Запорожской области. Вы говорите, что вы говорили, как пользоваться, плюс есть инструкция на самих фейерверках. А пострадал все-таки кто-то от фейерверка в этом году? В этом году пока нет, у нас нет такой статистики. Но вы говорите пока, и это почему-то не радует. Настораживает, да. Да, вот еще осталось у нас Рождество, до Старый Новый год. Есть какие-то предположения, что будет? Будут ли еще пожары? Не хотелось бы, но, несомненно, пожары, конечно, будут. Потому что температура упала очень сильно. Ну давайте расскажем, чтобы на самом деле не было больше пожаров, а о правилах безопасности. Какие они в первую очередь? Коль на первом месте идет причина неосторожного обращения с огнем, максимальное количество пожаров именно по этой причине. Посему нужно быть максимально осторожным при пользовании открытым огнем. Это свечи, это курение, это бенгальские огни. На втором месте причина нарушения правил эксплуатации электроустановок. Соответственно, уходя из дома, нужно выключать не только все электричество, а иллюминацию, в том числе электрообогреватели. Стараться не перегружать сеть, потому что перегрузка сети влечет за собой короткое замыкание, вследствие чего возникает пожар. Ну и если брать третью причину пожары по причине неосторожного, неправильного обращения с печным отоплением, то, конечно, нельзя перегружать печи, уходя из дому, тоже желательно их выключать, электрообогреватели в том числе. Вы боретесь с чрезвычайными ситуациями. Это ведь не только пожары, правильно? Правильно. Это вот сейчас похолодало, и многие реки уже позастывали, и люди уже выходят на зимнюю рыбалку, кто-то уже выезжает даже на машине на лед. Что вы скажете по этому поводу? Скажу, что все вы смотрите телевидение, и уже в этом году имеются случаи, когда под лед проваливались и люди, и техника. В связи с этим наше управление, главное, с завтрашнего дня проводит рейд по Каховскому водохранилищу. В рейде будем проводить беседы, разъяснительные с рыбаками, которые вышли на лед для подледной рыбалки. Раздавать им инструкции, листовки, внушать им, пытаться их предупредить. Ну давайте начнем внушать уже сегодня, и теперь правила безопасности на льду. На лед необходимо выходить со специальным снаряжением, это должна быть веревка, должна быть какая-то палка. Один человек или двое должны выходить? Естественно, желательно с кем-то выходить, иметь при себе средства связи, телефон мобильный, скажем так, и говорить родственникам, куда пошли, в какую сторону. Хорошо, если человек все-таки провалился под лед, и нет возможности его достать, вот что делать в этом случае? Кого вызывать? Нужно кричать, звать на помощь, если имеется телефон мобильный, естественно, звонит 101, спасатели придут на помощь. Давайте поздравим наших зрителей с Новым годом и с наступающими, еще не наступившими праздниками, это Рождество и Старый Новый год. Спасатели поздравляют горожан, жителей нашей области, с наступившим Новым годом, с приближающимися рождественскими праздниками, желает крепкого здоровья, желает семейного материального благополучия, ну и в очередной раз предупреждает, будьте осторожны, будьте бдительны, помогайте в устранении замечаний детям, если они нарушают. Смотрите, пожалуйста, за больными и слабыми людьми, не оставляйте их одни. Спасибо. У нас в гостях был Дмитрий Жолобов, начальник отдела по работе со стратегическими взрывопожароопасными объектами ГУГСЧС Украины в Запорожской области. Отмечайте праздники безопасно.